привет друзья еще раз это видео я хочу записать уже для своей аудитории целевой ребят которые фанатично тренируются или любят спорт уважают спортсменов силовых видов спорта достижения людей них не стремление совершенствоваться вот вы мне многие говорите влада не нервничай влада не переживай не отвечая этим людям которые критикуют и говорят ересь так я нисколечко не переживаю вы поймите это в жизни и таких людей просто нету они они такое ощущение что они не существуют их не мнение на каждом углу вы знаете они не высказывают мне не бегают за мной в ютубе это таковы правила здесь на 50 процентов я надеюсь не больше но дебиловатых и за совершенно персонажей которые у которых вся жизнь поставлена на том чтобы кого-то критиковать любого человека ну я смотрю и слежу за этими тенденциями то есть они навевают вот этот ажиотаж вот этот кипиш там и и соответственно растут рейтинги твой ролик попадает там наверх куда надо увеличиваются просмотры и так далее и если я не буду снимать ролики для для этих мы идиотов ну соответственно будет скучно и печально и естественно в жизни мне вообще наплевать на них и никакого дела нет но здесь как говорится собака лает ей надо бросить какой-то кость чтобы она или поперхнулась или убежала с этой костью вы не думаете что я там хочу хожу в депрессии реагирую на эти комментарии я просто виду подстраиваюсь под правило youtube на самом деле все гораздо проще чем вы думаете естественно я снимаю и делюсь своим опытом для вменяемых людей и они просто посмотрели поставили там нажали сердечко и пошли дальше а вот эта шляпа которая никчемная бегает по улицам но они и они рождены для этого чтобы обсуждать чужую личную жизнь чужие успехи чужие достижения и это не отлили неотъемная часть вот этих соц сетей поэтому это нормально а когда я высказываю свое мнение но она всегда честно и правдивая ну с моей стороны может она не всегда правильно может она спорная и так далее ну понимаете когда люди говорят что там уже апеллируют что специалисты говорят там что от гормона роста растут животы и все прочее но где эти специалисты ну понимаете я практик я 32 года в спорте я общаюсь с такими же как я пацанами который а бодибилдеры как правило ну больших объемов большой мышечной массы но это у любого результат в приседе далеко за 200 в жиме далеко за 200 в тяге далеко за 200 то есть я не скажу что все пауэрлифтеры но многие тот же сорокин пришел с пауэрлифтинга понимаете пауэрлифтинг это такой вид спорта где ты действительно доходишь уже до предела человеческих возможностей и можно реально ну не ожидая того просто может сломаться сустав сломаться какая-то кость и эти отважные люди зная это идут на риск и ставят рекорды я это делал свое время я даже не заметил как у меня оторвался пучок на груди когда я просушился я увидел что он оторван а я даже этого не заметил потому что мои результате в жиме были 272 килограмма без майки без всякой без экипировки и официальным результатом на область я один раз пожал без всякой майки 250 килограмм что в принципе я до сих пор в зале самый сильный мне хоть мне и 48 лет на меня как раз вот эти люди 30 лет они вот так вот на меня смотрятся знаешь и у них такие же мысли да там химик не химик поверьте мне ни один не подошел где это не сказал в лицо это зависливые людишки которые на которых я не обращаю внимание мне даже нравится их раздражать когда я поднимаю большой вес они меня заряжают своей энергией вот именно что вот это когда я в предыдущих роликах говорил что эта энергия зала в пустом зале заниматься вообще не интересно ты не будешь там ставить никакие рекорды естественно когда есть единомышленники ребята которые наравне с тобой идут и такие обязательно нужны иначе ты будешь в болоте иначе ты не будешь прогрессировать касаясь голубочкина я же еще раз говорю ничего личного я не знаю как человека как он относится к там к своей семье хотя как он относится там к своему сыну и почему они там не общаются это тоже вы знаете я могу задавать такие вопросы но это не мое дело после не общаются как хотят я обсуждаю то что человек транслирует а транслирует он не хорошие вещи за которые в принципе надо блокировать на ю тубе и и так далее то есть его мнение делайте так не делайте сяк это тоже самое ну профессионалы моего на уровне и выше они понимают что человек слетает с катушек и просто немногие могут высказаться они там по москве с ним ходят одними тропами а мне в принципе чего переживать я сказал то что считал нужным не оскорбляет человека ну если там приводу доводы что как мартышка кричит так оно и есть вы прекрасно сами все понимаете и я говорю и в любой ситуации будет 50 на 50 чтобы ты не сделал в этой жизни все делится кто-то поддержит кто-то не поддержит но это не значит что надо унывать обидеться там оскорбиться надо просто делать свое дело любимое несмотря ни на что всегда так будет у того же шварценеггера вы знаете что там только не плетут про человека но в данный момент ему за 75 катается на велосипеде с сигарой в зубах тренируется в зале его знает весь мир также как и тайсона который выращиваете определенные вещества которые порицаются в народе не то что в народе а ну в государственных структурах считают что это вредно в других странах считают что это не вредно медики говорят это полезно другие говорят это не полезно то есть ну на любую под и под любым углом можно посмотреть на любую ситуацию и обсуждать ее бесконечно я вообще не знаю мало людей начиная от государственных деятелей актеров и спортсменов о котором мы говорили только положительно особенно в шоу-бизнесе та же воля бузова которую настолько поливали не поливали но она прекрасно себя чувствует хотя естественно неприятно слушать там вот это все собачий лай но без него не получается это и есть когда-то человек на виду когда он выходит в эфир ну как я транслирует уже свои мнения надо просто понимать что такие вот таковы правила игры вот и все поэтому ребята я делаю эту игру я играю в эту игру я в нее ввязался моя задача совершенно четко я хочу первая планка это набрать 100 тысяч подписчиков естественно я хочу чтобы меня размещали люди рекламу и так далее и так далее я всю жизнь потратил на бодибилдинг я знаю о нем все за моими плечами сотни турниров по стронгу мэну пожиму лежа я их выигрывал и я считаю самым сильным человека в городе поэтому слушать там ну всякую чепуху от пастуха который там пасет баранов там или или где-то сидит в канаве и у него наконец-то появился смартофон у наджал у кого-то там на вокзале ну мне реагировать на такие вещи просто смешно часто когда уже доходят до оскорблений непонятно от чего как правило 99 процентов анонимов вообще непонятно даже не сказать что это людей может это вообще непонятно обезьяна в клетке сидит и что-то пишет есть слава богу кнопка заблокировать и все его нет но некоторые пытаются из других аккаунтов знаешь настойчиво то есть но это уже и если на человека плевать на ты мимо пройдешь и забыл а здесь прямо разогревается этот ажиотаж который в принципе в алгоритмах youtube а мне на руку без него никуда не денешься поэтому я делаю свое дело пока я жив пока здоров я воспитываю основная задача у меня сейчас вырастить хорошего парня из своего сына спортивного умного чтобы он стал зарабатывать деньги обзавелся семьей вот моя основная задача я хожу в зал кайфую я общаюсь с людьми которых с которыми мне приятно общаться который со мной долгие годы двадцатилетия сейчас я еще со своим другом помирился с которым не общался десять лет волей судьбы нас столкнули лбами были заинтересованы люди которые нас поссорили а мы искренне относились в принципе друг другу доверяли делили там миску овсянки на двоих то есть бывает такое жизни сейчас пришел период что я с этим человеком мы поговорили и мы поняли что на самом деле все было немножко не так как нам преподнесли и сейчас мы будем дружить до конца жизни потому что сейчас уже отметка нашей жизни пошла вниз парабола так сказать ну кто математике немножко шарит понимает что это такое и после 5 45 50 лет естественно понимаю любой человек понимает что он никогда не доживет до 100 чтобы он не делал лежал бы он в барокамере и чтобы он там не ел не нюхал не пил на эти сейчас продукты все напичканные антибиотиками а эти антибиотики убивают микрофор микрофлору кишечника а в кишечнике должны находиться микробы должны пищу вашу разлагать и так далее это все процессы очень серьезные но об этом никто не говорит но зато все знают за гормон роста за за то за все за курение от чего вредно что не вредно ну это такая тема знаете это примерно как заглянуть в это в космос и обсуждать если конец в этой у этой у этих бескрайних просторов и в этом можно просто заблудиться философствовать можно как угодно но ты надеваешь ботинки выходишь на улицу в этот социум где надо каким-то образом определяться кто ты что ты что-то будешь делать хочешь ли ты чтоб тебя знали кто-то знаете ворует не в себя и не афиширует это кто-то из последних сил на последний кредит возьмет все ламборджини каждый выбирает себе свой путь и еще раз повторю алгоритмы youtube они подразумевают вот этот кипиш для них дизлайк и лайк и это это одно и то же там машина всего считывает естественно чтобы набирать обороты мне необходимо отвечать делать писатель для вас для нормальных людей и для дебилов записывать отдельные ролики чтобы нагнетать этот ажиотаж но по сути я не лицемерию я не одеваю какую-то на себя маску я такой какой я и в жизни вы меня видите таким каким какой я в жизни даже люди которые меня смотрят и давно не видели там десяток лет играть влад мы как будто с тобой общаемся вот мы тебя увидели в ютубе и мы кого-то с тобой ты напротив нас сидишь разговариваешь вот такие дела мне да приятно я уже определенный этап жизни прошел я уже понял зачем я жил чего и достиг чего не достигну чего я добился чего не не смог добиться естественно у меня были определенные планы определенные амбиции но не все получается в жизни как ты хочешь потому что ты не один на острове живешь не можешь все все рассчитать в течение но определенного я достиг результата я не кричу что я самый сильный человек в мире что я самый накаченный что я самый умный там и и так далее и так далее и так далее про любого человека я тоже мою также могу смотря с какой-то подругому под любым ракурсом посмотреть и увидите положительные стороны и отрицательные это есть у всех все мы не без греха поэтому не суди и не судим будешь но еще раз возвращаясь к этому кипишу ютубов скому и вообще если раз уж ты вышел в люди то и в год пусть будь готов кто что тебя будут обсирать хвалить обсуждать и так далее и так далее все нормально всем добра